Совершенно обычные типовые станки и рядовая продукция. Но производство это поистине уникально. Архангельское учебно-производственное предприятие – это место, где неограниченность начальных знаний, неограниченность возможностей не является препятствием для полноценной работы. Марта Селезнева пришла на предприятие 12 лет назад, прошла обучение и с тех пор занимается любимым делом. Полная слепота её труду не помеха. Здесь человек приходит, его мастера обучают. Работать показывают, подсказывают. А потом действия запоминаются, и всё. Стараешься, щупаешь, чтобы аккуратненько было. Ну, конечно, сейчас стало мало работы. Можем раз в неделю работать, можем. Вообще, простоев очень много. Такие работники, как Марта Селезнева, могут заниматься лишь изготовлением скоросшивателей и архивных коробов, заказы на которые значительно снизились. На сегодняшний день основной спрос идёт на различные виды упаковки – коробки для пиццы, пирожных, молока. Эту продукцию могут изготавливать лишь люди с остаточным зрением. Спрос-то, конечно, лучше, если бы было больше. Запретили бы пластик, как в Москве. В Москве в 2010 году запретили пластик, и такие коробки пошли. А у нас вот так-то идут в пластиковых. Результат спада объёмов производства не только простой. Когда-то на предприятии работало более 190 человек, сегодня лишь 40. Одна из причин сложившейся ситуации – необходимость участия в тендерах. Выиграть их непросто, особенно при условии, что льготы социально незащищённым предприятиям в этих конкурсах не предоставляются. Нас постепенно выводят из зоны льготного коридора для предприятий инвалидов и постепенно нас приводят к обычным здоровым предприятиям. Государство эти льготы с нас потихоньку снимает. В том году налоговое бремя на нас выросло в 13%, в этом году ещё на 3%. На данном этапе главный способ поддержать производство – обеспечить его заказами. У директора предприятия 60 заявлений от людей с ограниченными возможностями с просьбой о приёме на работу. Если объёмы производства возрастут, то и у них появится возможность почувствовать себя нужными. Валерия Пумнова, Виктор Коноплёв, Панорама Севера.